Сегодня у нас очень классная тема, я ее обожаю, потому что это та тема, которая, на мой взгляд, объединяет тему структуры типов кожи ухода с темой мейкапа, с декоративной косметикой, ради которой, в общем-то, все и смотрят блоги визажистов. Суть в том, что до сих пор, к сожалению, косметологи не пришли к единой системе классификации типов старения, но из того, что сейчас существует, можно примерно описать несколько. Это очень часто называют деформационные. Деформационные – это когда более пышные люди, у которых есть какие-то жировые отложения, они с возрастом просто под воздействием закона притяжения начинают немножко эти объемы все спускаться. Такой тип очень часто, у них очень глубокая носогубная складка, у них очень сильно вот здесь начинает щечка нависать, у них очень сильно сползают щечки и очень сильная бульдожья щечка начинается. Это касается только людей, у которых есть излишние объемы на лице. Например, есть мускульный тип. Мускульный – это когда наши мышцы теряют тонус, и они начинают просто расслабляться и точно так же текут вниз. Затем есть морщинистый тип. Морщинистый тип, в принципе, я считаю, что он относится к девочкам с сухой кожей, потому что прослойка кожная очень тоненькая, у них недостаточно кожи справляется с выработкой коллагенов и других различных эластичных связующих составляющих, которые необходимы нашей коже. У них слабый липидный слой. И вот девочки с тонкой кожей, как раз они скорее относятся к типу морщинистому. Это когда у нас много маленьких морщинок, потому что эластичность кожи недостаточная, и она начинает как бы надламываться немножечко и формирует морщинки. И я бы сказала, что морщинистый тип встречается часто у людей, которые злоупотребляют скрабами. Потому что, например, я как про использую только скатки, пилинги, щадящие, чтобы ничего не растягивать, не повреждать. Но люди, которые не обладали этой информацией, они могли много лет использовать просто скрабы с косточками. И если посмотреть под микроскопом, то когда мы косточкой начинаем себе прорабатывать кожу, она оставляет тысячи микропорезов. И если у вас, например, сухая кожа, и вы пользуетесь агрессивным острым скрабом, то на местах этих микропорезов начинается рубцевание и закладывается морщинка. Если у вас сухая кожа, пожалуйста, никакие скрабы не используйте. Скрабы могут быть уместны еще по телу в какой-то степени, но точно не по лицу. Но вообще я никому не рекомендую никакие скрабы с косточками использовать на лице, вне зависимости от того, какой у нас тип кожи. Дальше, какие еще бывают типы старения? Бывают усталые. Усталые это когда у нас очень сильно опускаются уголки, уголки губ, уголки глаз и уголок брови. И еще бывает радиальный тип старения. Он к нам, европейцам, не относится. Он работает только на монголоидной расе и на китайцах. Все восточные расы подвержены радиальному типу старения. Как он выглядит? Например, если у нас начинаются морщинки и все ползет вниз, то у них очень гладкое лицо по центру и начинаются заломчики в районе примерно ближе к периферии. Но поскольку большинство тех, кто меня смотрит, это европейцы, поэтому я вам скажу про наш тип старения. И все первичные, кроме радиального типа, которые к нам не относятся, я объединяю в один. Я бы сказала, что мы просто все постепенно сползаем вниз. То есть любой из этих типов, он визуально выглядит, что у нас опускается линия бровок, линия глазки. У нас углубляются все наши носогубочки, все мимические морщинки. Все начинает немножечко сползать, съезжать, тонус теряется и у нас очень грустный, печальный, уставший вид. Если у молодого лица, у него по восходящим линиям лицо сформировано, то с возрастом у нас все по нисходящим линиям формируется все больше. Тип старения, он нам чем важен? Тем, что сколько бы нам не было лет, если у нас опущенные черты лица, то все люди, которые нас видят, с которыми мы контактируем, они воспринимают нас как старых. Даже если у девочки 17-18 лет очень сильно опущенные черты, то ее можно назвать молодой бабушкой по психотипу, потому что для окружающих она не соответствует своей внешности, своему возрасту фактическому. И поэтому, когда мы начинаем уже переходить от уходовых средств к декоративным, самое важное, что мы можем и самое лучшее, что мы можем для себя сделать, это работать по восходящим чертам лица. К этому я всегда говорю, что макияж это зона влияния, которая не очень расширенная. То есть все, что мы можем сделать, это проработать основные участки нашего лица. Я никогда не рассказываю контуринг, потому что это вечерний макияж, а основа того, что я говорю, это дневной повседневный макияж, чтобы мы выглядели хорошо каждый день. И в повседневном макияже вся зона, на которую мы можем реально повлиять, это треугольник лица. Треугольник лица включает в себя губы, глаза, нос и бровки. И мы очерчиваем из этого треугольничек. Я считаю, что овал лица, форма, все эти классификации, они не имеют абсолютно никакой силы в дневном макияже, потому что ни на ваш вес, ни на вашу форму строения лица, овал и другие вещи мы не можем повлиять мейкапом. Все, что мы можем сделать, это выделить брови, глаза, немножко проработать скулу и губы. Мы не будем ни контурировать, ничего очень сильно изменять в нашем лице. Если мы хотим выглядеть красивыми, здоровыми, я считаю, что макияж это то, что улучшает наши коммуникации с другими людьми. И вот если мы хотим улучшить, то нам нужно работать по восходящему треугольнику. Нам нужно поднимать наши уголки бровок, нам нужно поднимать уголки глазок, нам нужно поднимать скулы и уголки губ. И если мы все это аккуратно проработаем, то у нас будет живой, веселый, жизнеутверждающий, энергичный вид. Если мы где-то сделаем ошибку, то вся прелесть молодости, она уходит.